Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я объявляю неделю страшных историй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы будете смотреть каждое мое видео из недели страшных историй внимательно, то ваша цель в каждом ролике найти по одной буковке. В этом ролике я спрятала одну букву. В следующем, в следующем, в следующем... Итак, всю неделю я буду прятать по одной букве, и ваша цель их сложить и получить одно единое слово. В конце недели страшных историй отправить мне это слово в директ в инстаграме. Первому рандомному победителю, которого я выберу, я отправляю 10 тысяч рублей и делаю сигну. Второму победителю я ставлю лайки на каждую фотографию и подписываюсь на его аккаунт. Ну и третьему победителю я делаю видео-привет. Все вот тут вот я прописала, поэтому можете делать скриншот. И как только закончится неделя страшных историй, я разыграю эти крутые призы для тех, кто все-таки сможет собрать слово. А спрятала я буковки очень-очень тщательно. Этой историей со мной поделилась моя подписчица Василиса. Я надеюсь, что вам понравится эта неделя страшных историй. Все дружно ставим лайки, и я наконец-то могу начинать. Начну я, пожалуй, эту историю с того, что расскажу про семью Василисы. Жили они небогато в квартире, с которой они хотели уже давным-давно съехать, и вот-вот должны были накопить деньги и купить ту самую квартиру, в которой они уже давным-давно мечтают жить. С мамой Василиса была в прекраснейших отношениях. Они ладили, дружили, делились секретами друг с другом. Ну а с папой Василиса не ладила совершенно. Во-первых, он был постоянно на работе, и он единственный, зарабатывал деньги и откладывал на квартиру, чтобы семья была счастлива. Да и как-то отец для Василисы был не родной. Родной ее папа их бросил, когда ей было три года. Это вообще безумно грустная история. И она по сей день мечтает с ним увидеться, а с этим папой она была вообще не в крутых отношениях. Они могли обмениваться словами максимум «привет», «пока», «как дела?». И вот однажды все-таки ему удалось накопить на квартиру. Василиса тоже откладывала, когда подрабатывала где-то на улицах, раздавая, по-моему, какие-то листовки, как она мне написала. Мама работала в телефоне. Могла, по-моему, где-то кому-то в чем-то подсказывать или ненужные вещи, которые у них были в квартире, она просто продавала. Прошел примерно месяц, и квартира была куплена. За все это время у них ничего нового не происходило, и я совсем забыла уточнить то, что Василиса, она совершенно не верила в мистику. Да и вообще вся ее семья не верила в мистику. Переезд у них занял достаточно крупную сумму денег, и после переезда они экономили просто на каждой горошине. И любая вещь для них, одежда, все-все-все, что угодно для них было безумно ценно. И поэтому, если кто-то им отдавал какие-то ненужные вещи, они их безумно ценили, так как у них не было денег купить что-то новое. Василиса очень долго собирала вещи, думала над переездом, она уже знала, как выглядит эта квартира, и у нее была такая прям просторная, красивенькая комната. Окна выходили на обыкновенные дома, но по сравнению с прошлой комнатой Василисы, комната, в которую она переехала, считалась, ну, просто потрясающей для нее. Там было все такого дубового цвета, комната хоть небольшая, но безумно уютная и комфортная. Ну и вернемся к первому дню, когда же они все-таки переехали. Они начали потихоньку разбирать все вещи, и днем неродному папе Василисы нужно было отъехать на работу. Сам по себе он был очень веселый, общительный, иногда у него появлялось желание наладить отношения с Василисой, и он как-то парился по этому поводу. А иногда наоборот, он совершенно не хотел с ней разговаривать без причин, ну, так как это неродная дочь, и у всех в семье бывает по-разному. Кто-то не желает видеть родного папу, а кто-то наоборот, неродного не любит, но хочет увидеть родного. Пока папа Лизы был на работе, они с мамой разбирали вещи, разговаривали между собой, и Василиса себя чувствовала более комфортно только тогда, когда ее, ну, папа на данный момент был на работе. Василиса осмотрела квартиру, зал, кухню, свою комнату, и была безумно счастлива, и думала, что папа с работы вернется, ну, как обычно, часов в 10-11. Но не тут-то было, папа пришел где-то через 2 часа, никого не предупредив, что он ненадолго, и принес в руках с собой какую-то очень странную игру. Именно вот этой игрой эта история меня и зацепила. Папа позвал и Василису, и маму к себе, и рассказал про эту игру поподробнее, сказав, что ему ее передал его лучший друг, с которым он на данный момент общается, и сказал, что она передается близким друзьям из поколения в поколение. Хотя друг был достаточно молодой, и явно было видно, что отец все выдумал. Василиса очень странно на него посмотрела и продолжила разбирать вещи, и поняла, что мама и папа, они хотят поиграть в эту игру. Игра была похожа на лото, и было видно, что она безумно старая, непонятная, потертая, очень странно выглядит, и от нее пипец как неприятно пахло. Но папа Лиза подошел к ней и сказал, давайте попробуем поиграть с семьей. Это звучало, конечно, очень странно, что он уехал на 2 часа на работу и вернулся с игрой, и тут уговаривает всю семью поиграть, хотя они очень редко раньше проводили время вместе, ну как понять, с отцом они никогда не играли. Он просто утром уходил на работу, поздно вечером приходил, утром уходил, поздно вечером приходил, и так далее. Для Василисы это было максимально неожиданно, но она, естественно, согласилась, почему бы и за все свое время впервые не поиграть со своей семьей в какую-то игру. Повторюсь, Василиса совершенно не верила в сверхъестественные силы, во что-то мистическое, поэтому все то, что происходило дальше, в первое время оказалось для нее шуткой. Как только они сели за стол, недоразобрав до конца вещи, отец сказал, что как бы, ну там было мало дел на работе впервые за все время, да? Да, Василиса уже начала подозревать, что что-то, ну не то, что-то сейчас произойдет. Обратила внимание на то, что как только отец приоткрыл игру, начала шататься люстра, и в доме начали происходить очень странные вещи. Да, это может показаться смешным. Василиса никогда не читала какие-то книжки и не могла понять, с чем это связано, поэтому подумала, что, ну, возможно, совпадение просто шатается от ветра. Хотя все окна были закрыты, и это безумно странно, что такая большая люстра, которая у них была, просто шаталась. Мама Василиса вообще не обратила внимания на люстру и как бы ничего такого не заметила, поэтому они играли спокойно и все себя адекватно чувствовали, кроме Василисы. Как только отец приоткрыл игру, начали происходить в доме очень странные вещи, которые замечала только Василиса. Ей стало не по себе, у нее очень сильно загружилась голова. Она стала очень вялой, ее как будто бы клонила в сон. Хотя они договорились, что сегодня долгое время спать не будут и хотят в первый же день доразобрать вещи до конца. Но отец впервые в жизни будто бы настаивал и сильно просил семью поиграть в эту игру. Это очень странно звучало со стороны, да и Василиса сразу поняла, что что-то не то. Она поняла, что ее немного тошнит и как бы желания как такового играть в эту лоту у нее не было. Сама по себе игра не новая, потертая, старая, с неприятным таким застоявшимся запахом. И поэтому, сыграв один раз, она просто решила пойти в комнату. Она предупредила маму, что у нее болит голова, но такое у Василисы бывало довольно часто, поэтому мама не обратила на это внимания. Василиса понимала, что как-то голова болит по-особенному, не как обычно, да и у нее тело ломит, как будто бы поднялась температура, и она чувствует себя отвратительно. Она решила приоткрыть окно в своей комнате, и тут начинается самое интересное. У Василисы окна были достаточно большие и широкие. Она решила приоткрыть одно из них для того, чтобы просто проветрить свою комнату, потому что, ну, ей было безумно плохо. И она никогда не обращала внимания на вид из своей комнаты. Он как раз-таки выходил, как я говорила, на всякие дома. Там была одна очень странная заброшка. Обыкновенный заброшенный пятиэтажный дом, но выглядел он как-то не так для Василисы. Мама уже обращала на этот дом внимание, но он ее совершенно никак не пугал. А вот Василиса, когда рассматривала этот дом, обратила внимание на то, что в окне, вдалеке, в самом этом доме выходит какое-то непонятное существо и смотрит прямо на нее через то окно из этой заброшки. Лиза смотрит через свое окно, а то непонятное существо через окно заброшенного дома. Это существо выглядело безумно непонятно, были чернющие глаза. Заброшка была далековато, поэтому Лиза особо не смогла разглядеть и точно описать мне, как оно выглядело. Но определенно точно сказала мне, что это существо было пушистое. Пушистое прям и чуть ли не сожрало ее этим взглядом. Она безумно напугалась и обратила внимание вообще на эту херню, поняла, что дом заброшен, что это явно не человек, а со зрением у Василисы было все нормально. Она отошла и резко села на диван. Ей стало еще хуже, у нее еще сильнее закружилась голова, и она позвала свою маму. Мама дала ей таблетку от головы, и Василиса не стала ей говорить о том, что видела, что произошла ужасная ситуация. И остальная неделя, самая ужасная неделя в жизни для Василисы, прошла просто отвратительно. Каждый день у нее кружилась голова, и каждый день почему-то отец приходил с работы пораньше и требовал, как будто бы заставлял всех играть в эту игру. С мамой было все хорошо, она чувствовала себя потрясающе, но отец как будто бы специально заставлял Василису играть в эту игру, чтобы ей становилось все хуже и хуже. Примерно день на третий Василисе начали сниться ужасные сны, где вот это непонятное существо, которое она уже смогла разглядеть вблизи, именно во сне. Но примерно через некоторое время после сна она забывала, как оно точно выглядело, и поэтому все равно не смогла мне нормально описать внешность этого существа. Так вот, во сне оно ей говорило, «Верни игру на место, верни игру на место». И с каждым разом всю неделю, начиная с третьего дня, это ужасное существо во сне твердило одно и то же. Сон не менялся, и оно постоянно кричало именно Василисе, «Верни мне эту игру, верни мне эту игру». И где-то на третий день, когда Василиса уже просто проснулась от шока в холодном поту, поняла, что все-таки дело в этой странной игре, потому что она почувствовала, что именно из-за игры она чувствует себя просто отвратительно. Она пыталась забить в интернете, найти подобных существ, что это означает, что означает такой сон. И в принципе она в голове додумала всю эту историю, и поняла, что все-таки, наверное, эту игру нужно отнести на ту заброшку. Не говорила вам, кстати, о том, что Василиса ходила в школу и постоянно обходила эту заброшку, чтобы не проходить мимо нее. Хотя был путь короче через эту заброшку дойти до ее школы. Как раз-таки та квартира, куда они переехали, была очень близка со школой. В общем, в доме происходили очень странные вещи до того момента, пока Василиса не догадалась отнести эту игру обратно. Отец постоянно оставлял эту игру на столе. Василиса пыталась донести до мамы, что что-то тут не так, что-то с этой игрой не так, но мама как будто бы ее не слушала. И это было безумно странно, потому что раньше они были в прекрасных отношениях. И любое движение Василисы не в ту сторону могло как-то задеть маму. Если Василисе было хотя бы немножечко плохо, мама раньше всегда обращала на это внимание, ну а тут она как будто бы просто забила на это. Однажды утром Василиса решила взять эту игру и просто положить ее около заброшки. Возвращавшись со школы, и за весь этот день она ни разу не созвонилась ни с мамой, ни с папой, не говорю о папе, она с ним вообще никогда не созванивалась. Она обратила внимание на то, что эта игра около этой заброшки уже не лежит. Либо ее кто-то из детей подобрал, либо то самое существо, потому что у Василисы уже просто ехала крыша. Вернувшись домой, Василиса увидела свою маму побледневшую в ужасном состоянии. Ей нужно было вызвать скорую, потому что было видно, насколько сильно ей плохо. Василиса не понимала, что происходит и где папа, потому что несколько дней подряд из-за игры он приходил с работы раньше. Мама Лизы не могла сказать ни слова, просто она сидела в ужасном состоянии, ей было безумно плохо. Василиса вызвала скорую, только примерно через несколько часов, когда маме Василисы поставили какой-то укол, она смогла рассказать, в чем дело. Она сказала, вернулся отец, ошарашенный, вот с такими огромными чернющими глазами, в шоке и не мог понять, где игра. Он кричал на всю квартиру, в то время, когда Василиса была в школе, кричал на свою жену и не мог понять, где эта настольная игра. Он кричал настолько сильно и не был похож на самого себя, как будто бы в него вселилось то самое существо, о котором я говорила. Он выглядел настолько странно, с чернющими глазами, ужасно бледный, потный, и как будто бы это был реально не ее муж, не муж мамы Василисы. После этого Василиса совершенно не хотела возвращаться домой, и просто пришлось ей переночевать в больнице с мамой на стуле. Отец так и не вернулся, и не возвращался он три дня. Он просто пропал. Все это время мама Василиса лежала в больнице, и Василиса только один раз возвращалась домой, и тоже обратила внимание на то, что люстра немного пошатывалась. Это были какие-то две необъяснимые недели в жизни мамы Василисы. В жизни Василисы тем более. Отец вернулся, как ни в чем не бывало, и спросил, а что со мной было? Почему вы так на меня смотрите? То есть для него всей этой ситуации не было. Когда мама Василисы рассказала ему про то, что он бегал за этой игрой, как неадекватный человек, он сказал, за какой игрой? Он даже не понял, о какой игре шла речь. У него как будто бы все это вылетело из головы, и Василиса в этот момент резко вспомнила сон, который ей приснился после того, как она отдала игру. Ей приснилось то самое существо, которое держит в руках эту игру и просто кивает. Ни слова не говоря. Просто кивает. Весь сон, а сны, ребята, длятся 3 минуты. Для каждого человека может показаться, что они, ну я не знаю, идут там час, полчаса. А на самом деле каждый сон, он длится по 3 минуты. Лизе казалось, что этот сон длился вечность. И это существо просто кивало ей, кивало и кивало. Наутро она забыла, но потом, когда отец сказал, что он вообще не в курсе, о какой игре идет речь, Лиза вспомнила этот сон. И для нее эта ситуация по сей день остается загадкой. Она не понимает, что за игра, откуда она взялась, что произошло. И это существо она ни разу потом больше не видела. Им пришлось осветить квартиру, потому что Василиса со временем все равно обращала свое внимание на какие-то непонятные моменты. Опять же такие. Качалась люстра, чувствовала рядом чье-то присутствие, и просто не могла уснуть. У нее была бессонница. Маму Василисы, да, в ближайшие 4 дня выписали из больницы. И с ней было все хорошо. И на то время, да, они пришли к отцу. И тогда он им сказал, что он не знает, о какой игре идет речь, и просто начал придуриваться. Типа, а где мы были так долго? Как будто бы он просто сошел с ума, но на следующий день все прекратилось. Все встало на свои места, и все стало опять хорошо и круто. Для меня эта история показалась безумно интересной, и я решила именно ее рассказать вам в первом видео из недели страшных историй. Пишите ниже в комментариях, что вы думаете, потому что мне кажется, это была просто-напросто проклятая игра. Проклятая настольная игра, и совсем забыла вам сказать о том, что отец соврал о том, что эту игру подарил ему друг. Или просто передал из поколения в поколение. Василисе сразу показалось, что он врет. Никакой друг папе Василисы никакую игру не передавал, и он просто нашел ее у этой заброшки. Видимо, тот человек, кто обращает внимание на игру и подбирает ее, становится каким-то заколдованным, непонятным, озверевшим, бегает за этой игрой, как за своим талисманом. Я так и не поняла, что это было, и если бы это произошло у меня в жизни, фу, конечно, я бы была в полнейшем шоке. Я жду ваших комментариев. Для меня эта история по сей день остается необъяснимой. Спасибо вам огромное, что досмотрели ее до самого конца. Ищите слово. В этом видео уже была спрятана буковка. Я вас люблю. Это была первая мистическая и страшная история. Дальше страшнее, и дальше в следующем видео я уже буду не одна. С вами была Карина. Пишите ваши истории мне в инстаграм. Мистические истории в том числе. Я их обязательно прочитаю. Возможно, какая-нибудь история попадет именно в эту неделю страшных историй. Я вас люблю. Спасибо вам огромное. И я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok